всем доброго времени суток вас приветствует интернет магазин овк комплект сегодня у нас будет видео обзор настройка умного вайфай датчика температуры и влажности под управлением программы tuya smart или smart life сразу на упаковке нарисовано как выглядит наш датчик температуры и влажности вайфай означает что для подсоединения данного датчика нет необходимости докупать отдельно вайфай шлюз то есть данный датчик подключается напрямую к вашему вайфай роутеру с этой стороны у нас qr-код для скачивания приложения tuya smart или же smart life она подходит для телефонов и устройств под управлением ios и android также здесь у нас имеется краткие технические характеристики данный датчик может питаться как от micro usb 5 вольт 2 ампера так и от двух батареек формата 3а или же lr03 3 вольта также у нас здесь указано что низкое напряжение у нас считается равное или менее чем 2 и 2 вольта поэтому аккумуляторной батарейки которая имеет 1 и 2 вольта суммарно 2 и 4 данный датчик будет воспринимать как севшие батарейки не рекомендуется к использованию здесь у нас стандарт связи вайфай он у нас 2 и 4 гигагерца также определяемая температура у нас от минус 10 до 55 градусов также определяемый уровень влажности у нас от 0 до 99 процентов у нас рабочая среда где может устанавливаться данный датчик это от минус 10 до 60 градусов и условной влажности до 90 процентов давайте посмотрим что у нас идет в комплекте сам наш датчик температуры и влажности здесь у нас имеется скрепка для извлечения сим-карты или же аджектор 2 дюбеля 2 саморезом также у нас есть двухсторонний 3м скотч для крепления к поверхности и инструкция у нас на английском языке достаточно неплохо из иллюстрировано показано как подключать наш датчик температуры и влажности к приложению туя smart или же smart life далее подробно давайте более детально рассмотрим наш датчик температуры и влажности здесь у нас защитная пленочка на экран для того чтобы не поцарапался во время транспортировки здесь у нас разъем micro usb для питания данного датчика здесь находится кнопочка реза для сброса настройки и готовности устройства подключения для этого нам нужен как раз данный аджектор который идет у нас комплекте нажатие кнопочки здесь у нас отверстие где находится датчик температуры и влажности для того чтобы открыть заднюю крышку необходимо повернуть ее против часовой стрелочки наша крышечка открылась здесь мы видим что необходимо установить две батарейки формата 3а комплект поставки они не входят давайте их сразу сюда установим слышим звуковой сигнал закрываем обратно нашу крышечку и вот он наш датчик температуры и влажности сейчас показываю что 26 градусов достаточно жарко и уровень влажности у нас 76 процентов также есть возможность выбрать показатель не в цельсиях а фаренгейтах батарейки у нас абсолютно новые но уже показывают что одного деления у нас нету по поводу точности измерения температуры и влажности можете судить сами посередине наш датчик слева у нас к xiaomi справа zigbee давайте подключим наш датчик температуры и влажности к приложению smart life для этого необходимо его скачать и зарегистрироваться тут ничего сложного поэтому пропустим нажимаем плюсик добавить новое устройство выбираем раздел безопасность и датчики выбираем датчики температуры и влажности скобочках вай фай здесь вам необходимо выбрать вашу вай фай сеть она должна быть 2 и 4 гигагерца вести пароль и нажать кнопочку далее берем нашу скрепочку нажимаем кнопочку резать не менее чем на 5 секунд пока наш индикатор вай фай сети не начнет так вот моргать нажимаем убедились далее и идет процесс подключения все наше устройство успешно добавлено здесь можно его переименовать нажимаем завершить и теперь у нас появилось наше устройство в приложении то есть показывает текущую температуру 26 и 4 градуса влажность 56 приложение наш датчик температуры и влажности выглядит так здесь у нас смайли который показывает что у нас комфортная температура и влажность здесь у нас показывается изменение температуры и влажности по дням по месяцам и по годам также можно перейти в настройки нашего датчика Здесь мы можем увидеть уровень заряда нашей батареи 80%, тип питания, то есть может питаться как от батареек, так и от microUSB 5 Вольт 2 Ампера. Выбрать единицу измерения температуры Цельсия или Фаренгейты. Также здесь можно настроить максимальную и минимальную температуру. То есть если у нас минимальная температура менее 0 градусов, то нам придет пуш-уведомление на наш мобильный телефон и прозвучит звуковой сигнал на данном датчике температуры и влажности. Также можно задать максимальное и минимальное значение уровня влажности от 0 до 100%, ниже которых или выше нам также будет приходить пуш-уведомление и прозвучит звуковой сигнал на нашем датчике температуры и влажности. Также можно отдельно выключить или включить уведомления при превышении максимальной температуры, при уменьшении минимальной температуры, при уменьшении уровня влажности и также при увеличении уровня влажности. Также уведомления, если наша батарейка менее чем положенных 2,2 вольта заряда. Наш датчик температуры и влажности может взаимодействовать с другими элементами умного дома, которые у вас установлены в приложении Smart Life. Для этого необходимо перейти во вкладку умный сценарий и добавить данный сценарий. При изменении статуса устройства выбираем наш датчик температуры и влажности. Вот он у нас. И здесь у нас есть какие варианты. То есть если у нас уровень заряда батареи менее, равно или более какого-то из процента от 0 до 100, что необходимо сделать. Но нам это не очень интересно. Нам интересно более 2 параметра. Это текущая влажность и текущая температура. Давайте начнем с температуры. Здесь у нас в настройках от минус 39,9 градусов до плюс 80 градусов по Цельсию. Хотя наш датчик температуры и влажности может определять температуру от минус 10 до плюс 55 градусов. Поэтому здесь значение гораздо выше. Ну в принципе от минус 10 до плюс 55 более чем достаточно. Например, если у нас температура становится выше чем 39,9 градусов или же 40 градусов. То есть температура более 40 градусов. Что необходимо сделать? Нажимаем далее. Запустить устройство. Выбираем вентилятор и свет. Это у нас умный Wi-Fi регулятор скорости и света вентилятора. Ссылочка на него я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Переходим в его настройки. То есть переключатель вентилятора у нас включить. И также можно выбрать один из пяти вариантов уровня скорости. Например, максимальный уровень пятый скорости нашего вентилятора. Нажимаем далее. Смотрим нашу автоматизацию. Если текущая температура более 40 градусов, что необходимо сделать? Необходимо включить наш умный Wi-Fi регулятор скорости и света на пятую скорость. Нажимаем сохранить. Начать использование. Да. То есть как только температура превышает у нас 40 градусов, включается наш вытяжной вентилятор. Для того, чтобы автоматически он выключился, также задаем автоматизацию. При изменении статуса устройства выбираем наш датчик температуры и влажности. Текущая температура, если становится менее чем, например, установим 30 градусов, что необходимо сделать? Запустить устройство. Выбираем наш умный Wi-Fi регулятор скорости, вентилятора и света. Переключатель у нас на выключить. Нажимаем сохранить. То есть текущая температура менее 30 градусов, данный датчик температуры подает команду на регулятор скорости на выключение вытяжного вентилятора. Начать использование. Да. То есть у нас уже есть такая отличная автоматизация по температуре. То есть при превышении заданной температуры включается вентилятор. Когда температура становится более-менее приемлемой для вас, данный вентилятор у нас выключается. Также очень полезная функция. Это у нас при изменении статуса устройства. Выбираем наш датчик температуры влажности. Это текущая влажность. Например, если у нас влажность становится более чем 65%. Нажимаем далее. Что необходимо сделать? Запустить устройство. У нас умный Wi-Fi выключатель вентилятора в ванную комнату. Что необходимо сделать? Переключатель в режим ON. То есть включить вентилятор в ванную. Далее. Текущая влажность более 60%. Что необходимо сделать? Включить вентилятор в ванную. Сохранить, начать использование, да. То есть при превышении 65% влажности включается вентилятор. Для того, чтобы он автоматически выключился, также задаем автоматизацию. При изменении статуса устройства, датчик наш, текущая влажность, менее 55%. Далее, что необходимо сделать, запустить устройство, вентилятор в ванной, переключатель, выключить, сохранить. Далее, готово. Создано, использую. То есть данный датчик температуры и влажности отлично подходит для ванной комнаты, для того, чтобы следить за уровнем влажности. Автоматически включается при превышении заданного параметра влажности и автоматически выключается. Если вы заинтересовались приобретением данного датчика температуры и влажности, то ссылочку я оставлю в описании. Если хоть как-то было полезно данное видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok